Добрый день! Сегодня у нас очередное видео из серии полезности в... Сегодня будут у нас полезности, что есть хорошего в портфеле. Вот я его вчера распорол. Старый портфель, давно мне его когда-то отдали, десять лет назад, больше уже. Вот раньше в нем инструмент хранил, но потом он завел чемоданы, поэтому... Вот портфель. Так, что у нас есть? Вот кусочек такой, вот этот я скорее всего выкину. Вот из него если какую-то маленькую затяжку для мешочка какого-то вот совсем маленькая, но она коротковата и жестковата будет. Так что это скорее всего пойдет в печку как раз осень. Вот длинный кусок вот такой, но он тут прошитый, но мне тут надо как раз кое-что я хочу попробовать сделать. Ну и здесь вот все эти вот сгибы продавлены, все это дерматин. Ну там мне надо просто потренироваться, посмотреть на дырявое мне все равно, но получается длинный кусок. Довольно таки, вот видите, больше метра. Мне как раз нужен был длинный, не широкий, для потренироваться на дерматинчике, на отходах, потом уже если получится решить из нормального, может из кожи. Вот, вот такая штука. Она с дырочками, но я использовал такого типа вещь, ну тут как, я не знаю как она называется, как-то шил и вполне держит. Вот их у меня получилось две. Ну немножко могут отличаться конструкции этих портфелей, поэтому вот они тоже где-то по метру, может чуть больше. Вот здесь я немножко не доделал, вот это надо отпороть тоже и что? И отцепить вначале вот эти металлические застежки. Вот они будут. Да так получается, вот здесь довольно большая площадь, неплохая дерматинчика. А, ну и сверху надо еще вот этот шов, не успел, доделаю. Так, верхняя часть. Ну вот верхняя часть это тоже вот идет в отходы, потому что она у меня потертая. Вот если бы она была в хорошем состоянии, у меня все есть идея сшить саквояжик. То есть мне вот это вот сама, сам металл, я еще думаю. То есть сшить его из старых джинс, то есть как раз вот какой-то вот такой шовончик закрывался. Взяли мы. Я еще и до конца не решил, как он будет работать. Есть у меня еще и другой вариант. Вот, ну может быть. Ну вот дерматин отсюда потертый. Ни на что, наверное, не годится. Ну, мало ли еще, может поваляется, пригодится. Металл. Ну, металла тут немного. Металлолом. Ну, хотя он не такой уж и тонкий, если поглядеть вот здесь. Ну, плохо будет видно, наверное. Ну, больше миллиметра. Миллиметра два толщина. Вот. Ну и, по-моему, это все-таки железо. Вот. Два вот таких вот. Срезаем вверх. Зашиваем низ и отрезаем это. Получается уже готовый какой-то такой чехольчик для чего-то. Либо вот тут я кое-что хотел сшить. Возможно, пригодится. Туда как раз с ними. Застежки две. Ну, вот они немножко здесь у меня видите, ржавые. То есть для какой-то такой использовать можно, но для не, скажем так, парадно-выходного, а для какого-то такого. Ну, может какую-то там сумку для какого-нибудь и вот, не знаю, сена сшить. Ну, вот такая кусочечка. Такая вот фигнюшечка. Ну, это тоже ничего уже, как говорится, не сделал. В жизни это вот был язычок, за который его открывать. Ну, не знаю, понадобится ли мне для чего-нибудь язычок такой. Хотя, может быть. Пускай поваляется. Вот. Что еще мне здесь понравилось? Здесь вот есть такой вот картон, не картон, вот или разделитель. Очень хорош. Он, на мой взгляд, он подойдет как в качестве стелечного картона, то есть картона, вот для из которой вырезать стельки. Так, извинись. Вот, скажем, тапок. Соответственно, здесь выйдет две стельки для... Я вот хочу кое-что тут насчет обуви подумать, попробовать. Ну, пока, как говорится, не качественные, лучше вот. Ну, вот это вот, чем он еще... Я не знаю, то есть, как быть, старый, винтажный. Делают ли сейчас лучше. Ну, чуть-чуть вот он помят, но он не переломан нигде. Вот. Раз. И два вот таких листов еще больше. Тут получается вообще отлично. Видите, у нас два. Ну, четыре стельки из каждого. Значит, восемь, четыре пары, пять пар. На пять пар хватит мне этого картона. Вот. Ну, здесь что надо? Его аккуратненько надо оторвать от дерматина. Кстати, ну, довольно большой кусок тоже вот. Ну, раскрою секрет. Хочу это тут несколько человек делают макосины, показывали. Как что-то я задумался, хочу попробовать сшить. Ну, там, когда надо их... Ну, создаем мы выкройку. Ну, понадобится как раз вот... Ну, там, скорее всего, не получится. Надо будет подгонять, удлинять, укорачивать. И поэтому, ну, вот, я вот как раз вот эти вот... Для создания этой выкройки под свою ногу как раз мне вот оно пригодится. А дальше уже, если как мазь пойдет... Вот. То есть, один большой кусок с кожей. Вот. Второй здесь... Ну, это не кожа дерматина. Здесь опять имеем кусочек дерматина такого же коричневого, плотный. Кстати, вот он плотный такой, довольно хороший. Для каких-то вот кофты. Так как вот я, вот, я шилков для фотоаппарата, еще что-то. Вот. А это, наоборот, очень такой тоненький. Дерматинчик. Вот он здесь какой-то он даже... Ну, дерматинчик, да. Вот. То есть, разных сортов. Тоже пригодится. Вот. Такие... Столько всего хорошего, полезного в старом портфеле, который мне когда-то отдали. Почем... Ну, картон я не знаю, почем. Не помню, вернее. Дерматинчик. Ну, и, соответственно, опять же, если я пущу это в дело, это не будет гореть на свалке и загрязнять окружающую среду. Несколько причин, почему я это делаю. То есть, вот, с одной стороны, что-то сэкономить, с другой, чтобы не засорять окружающую среду. Вот. Потому что у нас что-то как-то все привыкли, что... Что-то не так, выкинуть, потом снова купить, то же самое. Такие вот дела. Что полезного много. Для творчества, какого-то такого, хендмейда у нас, ну, на мой взгляд, хендмейд таким и должен быть. А, никак, давайте купим какого-нибудь этот... чемодан от этого и сделаем из него полочку. Якобы из... А потом напишем полочка из старого чемодана. Луи Виттон. Точно. Вот. А, такой вот, действительно, настоящий. Переработка. Вот. Ну, что еще? Ну, в принципе, сейчас он места меньше занимает, чем он был когда... чем от... портфелем. Вот. Ну, все. Благодарю за внимание. Всего доброго. Удачи. Ну, congrats. Удачи. Удачи.